парни всем привет вы на канале роман гол добро пожаловать в гараж к сожалению с бэхой опять возникли проблемы но на этот раз по независимым от меня причинам к сожалению к огромному сожалению к моему последнее время мне постоянно приходится бодаться с судебными приставами проблему уже возникает у меня кажется на третьей машине подряд это просто я не знаю какое-то издевательство вообще над населением я уже знаю конкретно пошагово как что сделать нужно когда твою машину ставят запрет когда ставят арест на регистрационные действия как и куда дозваниваться дозваниваться в основном приходится и дописываться в разные уголки страны то есть даже не местное управление так вот куда когда писать на какие адреса по каким сайтам какие документы нужно прилагать сожалению пришлось всему этому научиться и это при том что я не должник я не оформлял за свою жизнь ни одного кредита я исправно платил всегда коммуналку даже вперед стараюсь всегда платить а штрафы гиби д я плачу прям на месте ну разумеется если кассовый аппарат в наличии у инспекторов так вот уже третью машину подряд мне приходится снимать с ареста если шутки с x4 как вы пойми помните да люберецкие приставы там были замешаны я уже покупал ее в салоне уже зная что мне придется предстоят такие вот приключения но все равно там запрет стоял на регистрационные действия то есть он необоснованный то есть его сняли каких-то в моментах взаимодействие гибдд и фссп то есть какие-то неполадки из-за этого получаются необоснованные запреты там сняли окей еще одна машина кстати вот еще одна машина есть еще одна история блин никак не могу домонтировать ребят скоро выложу надеюсь вам будет интересно так вот там с тачкой тоже проблема возникла то есть я ее купил зарегистрировал в гаи катаюсь все никого не трогаю ничего не нарушаю вдруг у меня запрет просто вообще я в шоке запрет московских приставов я покупал машину там в какой-то в тульской что ли области или в орловской в общем там на западе но не в москве птс там была родная должник по документам вообще то есть человек которого нет в птс его даже за всю историю нету то есть неизвестно там то ли какая-то опечатка по вину то ли что клуб все запрет писал звонил и дозвонился и дописывался в итоге запрет сняли но более подробно всю эту историю я вам конечно же опубликую от самого начала до самого конца и так ситуация с бэхой что происходит она сейчас висит у меня на продаже я опять же ничего не подозреваю катаюсь как говорится ничего не нарушаю и вдруг мне звонят и говорят пацан так у тебя тачка в запрете я хватаюсь за голову ну как так блин захожу значит смотрю действительно запрет запрет значит наложила подразделения фссп как же это заполярным кругом за город заполярный в общем вообще там край край россии с на самом краю россии там по-моему с финляндии граничит они должник значит есть долг у человека у какого-то должник когда-то да в этом случае он владел машиной но уже 4 собственных то есть уже после него уже четвертый собственник сейчас владеет машиной я просто вообще в шоке вот если честно вот вот реально даже не хочется машину покупать вот реально точнее даже не тоже покупать можно покупать хочется просто купить машину не оформлять ее на себя или купить там на армянских номерах на азербайджанских на абхазских там какие-то раз в год куда-то выезжать что-то какие-то эти мухлёж вот это делать да просто вот реально хочется потому что покупая машину без запрета ничего не нарушаю никому ничего не должен у меня возникают проблемы то есть естественно сами понимаете когда машина в аресте у нее цена падает сразу в разы мне хочется нормально продать чтобы человек перерегистрировал автомобиль и катался уже счастлива там на этой машине ну соответственно начинаю звонить кстати дозвонился буквально там с третьего раза но вот как узнал об этой ситуации сразу начал звонить оказалось рабочее время дозвонился они говорят мы сейчас прием даже не ведем ну то есть люди к нам не приходят как это обычно у них два раза в неделю у приставов то есть мы сейчас при прием не ведем у нас все по электронной записи то есть по электронные документы обороты электронные у нас я разумеется сразу же пишу письмо по e-mail пишу пишу на сайте фссп обращение оставляю с указанием всех данным прикладываю сканы вот прошло уже получается сегодня прошло уже больше недели дней 10 уже прошло все никакого результата нет до сих пор машина в запрете сегодня чё я сделаю я щас опять повторно буду отправлять естественно и буду уже на имя начальника дополнительно писать писать письмо уже в виде жалобы то есть на бездействие сотрудников если не получится через непосредственно начальника буду уже выше писать ну не знаю потому что ребят если честно вот когда приставу говоришь типа почему вы так делаете но этот человек уже давно не имеет никакого отношения к этому автомобилю они говорят нам предоставила данные гибдд то есть как-то у них я думаю автоматизированный этот процесс и просто там какие-то наладить программу надо или что по идее то есть как должно быть с гражданами до у власти то есть чтоб если гражданин не виноват да допустим гражданин не должник чтобы по щелчку пальца допустим хоп ну извиняемся там ошибочка вышла хоп убрали а получается наоборот то есть по щелчку пальца проблему у людей возникает просто на ровном месте потом вот это катавасия длится неделями и может месяцами но надеюсь быстро получится все решить и пишешь там вот пожалуйста там снимите запрет я ничего не должен вот хочу машину продать денег нету кушать не на что коронавирус кризис и так далее то есть у меня вообще просто если честно бомбит вот нереально вообще просто я вот не знаю говорю с приставами постоянно постоянно с приставами приходится общаться с приставом сахаровой поговорить здравствуйте вот я звоню вам с новосибирска у меня тут проблема с машиной возникло значит вы заблокировали машину мою вот сахарова можно сахарова поговорить алёш здравствуйте звоню вам с новосибирска у меня проблема с моей машины возникла выводу за это заблокировали человек давным-давно там владел четыре хозяина назад и вот он должник получается 51 региона я отправил письмо на электронную почту написал ночно сайте приставов ноут обращение но фамилия так фамилия да не да он был он этой машины владел то есть он в документах там есть но это несколько лет назад было уже там четыре хозяина сменилась я ее купил у других людей уже ну то есть после него уже три человека было и просто вот на днях получается в начале июля у меня запрет появился на мою машину хотя я не не должник никому ничего не должен машина бмв 2004 года какие данные сказать вин могу сказать но он должником является но он как машине какое отношение имеет он давай он я говорю он несколько лет назад уже не ну то есть он не собственник уже да почему ставили на учет ее и ну так ну вот у меня документы птс на руках она уже после этого стояла на учете на других людей и то есть сейчас я она нам не стоит уже на учете сейчас я лично я сейчас да 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 я вот сейчас я собственник автомобиля так а а а Я не вижу, там есть был запрет или нет на это дальше. У меня, знаешь, как было? Я тогда машину взяла. Короче, 300 в каком-то там, чему-то рогану не было, короче. Алисовали в машину, хотя она еще не взяла тогда еще была. Ну а вы мне скажите по этой ситуации-то как быть, просто я даже не с себя... Вам будет прислана ответ. Вы написали обращение. Обращение рассматривается законным сроком. Сколько? 30 календарных дней. Ждайте ответ. А как, по почве, да, или как? Да, да. А вы мне так на словах-то ужно сейчас можете сказать что-то? Нет, не могу, потому что ваше обращение еще не рассмотрено. Еще срок не подошел для его рассмотрения. Ну, может, сейчас не рассмотреть бы его? Не, сейчас не рассмотреть. Вы что, один, что ли, человек? У нас обращение рассматривается сроки. То есть вы именно 30 дней будете ждать, или что? Почему бы сейчас... Еще я ваши документы не рассмотрела. Обращение не рассматривается. Ждите ответы. Вы только что их посмотрели, девушка. Ответы ждите по почте. Ужасно. Просто, ну, вот, вот так вот, понимаете? Короче, суть в том, что я сейчас буду платить налог. То есть я сейчас являюсь законом собственников автомобиля. Я не могу ни с регистрации снять машину, да? Если я ее, допустим, продам сейчас, да? То есть я сейчас буду платить налог. Машина в запрете, сколько-то там, 40 тысяч там в месяц. Ой, 40 тысяч в год рублей. Это огромная сумма для меня. И просто я не знаю вообще. То есть видите, как... То есть девушка, она не знает, просто вот это Сахарова ОВ. Она просто, ну, не... Видите, да? Она как бы вникла в проблему. Хоп, документы посмотрела. А что, как сделать, она не знает. У меня такое мнение сложилось, что она просто не знает, что, как делать. И все, говорит, 30 дней еще ждите. Ну, будем сейчас писать, значит, сразу жалобу на начальника. Потому что меня это не устраивает, такое положение дел. Ладно бы я что-то должен был, реально улизнуть как-то пытался. Машина уже стояла на учете где-то года два, наверное, назад, как минимум. Сейчас я, сейчас я собственник машины. То есть как, 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 что делать? Не знаю, ребят, подскажите вообще, какие-то, может быть, есть, какие-то, может, есть у вас способы, я не знаю, еще что-то применить, какой-то вариант. Потому что у меня, как я говорю, постоянно сталкиваюсь с этим сейчас. Почему-то я не должен сталкиваться с этим. Почему я постоянно бодаю с этими приставами? Вот. Ну, может, у кого-то еще больше опыт есть. То есть что можно предпринять сейчас? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!